Ну что, здравствуйте! Ну хорошо. Зовут меня Новоточина Марина. Наш вебинар сегодняшний, он называется «Что делать, когда ничего не хочется делать?» И прежде чем я расскажу, кто я и что здесь делаю, я скажу, что занимаюсь индивидуальным консультированием с руководителями в основном. И этот вопрос мне задают очень часто. И когда задали этот вопрос, один человек задал, другой человек задал, третий человек задал, я думаю, так, пора с этим что-то делать. Пора с этим что-то делать, это значит, что, ну думаю, наверное, нужно сделать какой-то мастер-класс или вот сейчас вебинар. Поэтому я вам буду не просто рассказывать, я вам буду давать определенные задания, которые вы будете... Это не задание, которое вы мне будете сдавать, конечно же, да? Это будет то, над чем я вас попрошу подумать и дать какие-то ответы. И есть то, что у меня здесь собрано в слайдах, это то, что отвечали другие люди на эти вопросы. Поэтому у нас с вами получится такая очень большая аудитория и очень широкое мнение по поводу основной темы нашего вебинара. Ну вот, а теперь по поводу того, кто я и что здесь делаю. Ну вот здесь вот написано, да, PHD и DBA. Вы, наверное, знаете, что такое PHD. Это такая научная степень, академическая. А DBA – это доктор бизнес-администрирования. Это чуть-чуть на одну ступень выше, чем мастер бизнес-администрирования. Я очень давно преподаю в организации, которая называется MAP. Раньше было такое название Международная Академия Бизнеса. А теперь в Алмаю. И поскольку это магистерские программы, почти вся основная моя работа, она связана с руководителем, точнее, с человеком, с людьми, которые делают бизнес. Ну вот именно с точки зрения персональной эффективности и каких-то таких личных моментов, которые позволяют человеку двигаться в бизнесе или не позволяют, или являются его таким ограничением. В основное свое рабочее время я провожу различные бизнес-тренинги, которые также направлены на повышение персональной эффективности менеджеров. И преподаю на программах MBA в основном. Это базовый такой курс, который связан с управлением персоналом. И вот то, что я сказала, занимаюсь индивидуальным коуч-консультированием. Я иногда так себя в шутку называю специалистом по людям. Ну, в общем, будем разбираться. Хорошо? Да, если какие-то вам нужны мои контакты, то здесь контакты есть. У меня есть персональный сайт. Там понятно все, чем я занимаюсь. И даже сверх того есть на этом сайте. Поэтому, может быть, вам захочется что-то дополнительное задать, какие-то вопросы или как-то со мной связаться. Сейчас давайте я сразу открою вот этот вот слайд, который, где написано, что же такое прокрастинация. Я понимаю, что вы, ну, может быть, не слышали этого слова. Прокрастинация, но точно, совершенно точно с этим явлением сталкивались. И прокрастинация – это вот как здесь на слайде написано, когда человек что-то откладывает, какие-то свои дела на завтра, на послезавтра или вообще их не делает. Вот там, видите, картинка с таким котом, который лежит, и ему уже ничего совершенно не хочется. Да, я вижу ваши вопросы. Ну, немножко сейчас тут поговорю, а потом на те вопросы отвечу, которые вы задавали. И это понятие психологии, которое обозначает склонность к постоянному откладыванию на потом неприятных мыслей дел. Наверняка вы себя иногда обнаруживаете сидящим, не знаю, перед телевизором и щелкающим кнопки пульта просто совершенно машинально, не очень понимая, что там происходит. Ну, понимая, конечно, но то есть как бы фоном, да. Или вы пришли на работу, вы включили компьютер, вы начали работать или даже не начали, и потом куда-то отвлеклись на соцсети, и потом стали, не знаю, в какие-то игры там окунулись. При этом вы понимаете, что у вас дел очень много. Но почему-то не хочется, руки не поднимаются. В общем, происходит вот такое откладывание. Как это выглядит, в чем проявляется прокрастинация? Ну вот смотрите, человек осознает, очень четко осознает необходимость выполнения конкретных важных дел, но он эту необходимость, он, в общем, игнорирует, можно сказать, и отвлекается на какие-то бытовые мелочи. И психологи говорят, что прокрастинация – это с психологической точки зрения механизм борьбы с тревогой, связанной с начинанием, либо с завершением каких-то дел, или с принятием каких-то решений. То есть если переводить вот это дело с русского на понятный, то человек испытывает тревогу внутреннюю, он эту не осознает тревогу в себе. И эта тревога связана либо с тем, что нужно какое-то дело начать, а никак оно не начинается, или нужно что-то завершить, а оно тоже никак не завершается, или нужно принять какое-то решение. И это решение, оно никак не принимается. И как следствие человек не делает вообще ничего. То есть, ну, не принимаю и не принимаю, может быть, как-нибудь это дело рассосется. Посмотрите вот здесь вот на картинке. Вы наверняка с этим сталкивались. То есть, то, что человек должен делать, то, что хотел бы делать, а вот то, что делаю, когда прокрастинирую, да? То есть этот кружочек, ну, вот совсем не имеет никакого отношения. Ник должен делать, не хотел бы делать, а вот просто прокрастинирую и все. То есть не занимаюсь фактически ничем. И, в принципе, это не проблема. Вы можете просто устать, вы можете, ну, как-то действительно у вас может быть необходимость отвлечься. Но проблемой это становится, когда превращается в нормальное рабочее состояние, в котором вы проводите большую часть времени. Вроде бы, особенно никакой проблемы нет, да? Дела какие-то не выполняются, или выполняются некачественно, или, ну, тормозятся просто. Но самое неприятное, что здесь возникает, ну, кроме снижения работоспособности, это стресс, который испытывает человек, это чувство вины, которое испытывает человек, потому что, ну, как же, у меня столько дела, я вот это опять не сделала, опять отложила. И потерю продуктивности, и недовольство окружающих, конечно, из-за невыполнения каких-либо обязательств. Ну, я обещала... А, да, хорошо. Еще чуть-чуть поумничаю. Прокрастинация делится на два типа. Расслабленная, когда, ну, просто, ну, занимаясь чем-то приятным. И, да, и горя на синим пламенем, пусть эти дела все стоят. И напряженная, когда человек испытывает перегрузку, и внутри его живет не расслабленность, не отдых, не отвлечение, а неудовлетворенность тем, что он делает, тем, что он не делает, как он живет, куда он движется. И он обвиняет себя в нерешительности, неуверенности в себе, масса всяких, масса всяких вариантов. Вот сейчас у вас будет пять минут. Я никуда отсюда уходить не буду. Может быть, параллельно что-то вот на те вопросы, которые вы мне уже задали. Я отвечу. И сейчас я прошу вас сделать такую вещь. Возьмите, пожалуйста, какой-то листочек бумаги и возьмите ручку. Или, если вы привыкли работать на планшете, на компьютере, если вам так легче, сделайте так. Попробуйте, пожалуйста, вспомнить несколько дел. Это могут быть крупные дела, это могут быть мелкие дела, это может быть, ну, совсем что-то ерунда какая-то. И напишите для себя. Ничего проверять не буду, просто для себя, для самопонимания, самоосознавания. Напишите список дел, которые вы либо регулярно откладываете, либо вот вас в последнее время беспокоит, что вы вроде это хотите сделать, но вы откладываете. Постарайтесь не мыслить очень крупными мазками, постарайтесь делать, может быть, даже мелкие какие-то это дела. Я жду. Напишите, пожалуйста. Мне это озвучивать не надо, потому что это промежуточная история в нашем вебинаре. Я даю вам паузу. Я даю вам пять минут. Пожалуйста, напишите этот список дел. А пока для тех, кто меня спрашивал по поводу того, вела ли я уже какой-то курс. Да, я вела курс. Курс назывался «Психология предпринимательства». Я рассказала вам про PHD и про DBA и про свое преподавание, но не сказала, что все это у меня началось с базового психологического образования. И моя основная идея, с которой я поступала на факультет психологии, она была в том, что мне хотелось работать с организациями, внутри организации. И это на самом деле не совсем просто психология, но базовые вещи, конечно, важны и нужно знать. И пока я... У меня своя компания, и я знаю и на практике, как быть руководителем, и я знаю, как... то, чем делятся со мной люди, руководители, когда приходят решать ко мне индивидуально какие-то вопросы. Вот. Поэтому в психологии предпринимательства курс родился именно вот из этой ситуации. Потому что человек может быть готов интеллектуально, даже финансово, он может быть готов к открытию своего бизнеса, но может у него отсутствует такая психологическая готовность. Вот об этом говорили в рамках этого курса. А... Если говорить про PHD... Знаете, как-то... Я проводила вебинар под названием «Зачем учиться взрослому человеку?» И меня тоже периодически спрашивают, консультируются. Вот, Марина, посоветуйте, куда пойти учиться? Я говорю, это зависит от того, какая у вас жизненная стратегия, что вы собираетесь делать. Вы собираетесь там преподавать, или вы собираетесь вести бизнес-тренинги, или что вы собираетесь делать в жизни. То есть, первый вопрос – это зачем вам учиться? Зачем вам лично конкретно? И тогда уже идут рекомендации. Потому что, вот, например, PHD – это все-таки академическая степень, она в меньшей... Ну, то есть, это не исследование, это такие фундаментальные вещи. И поэтому... Это PHD, на самом деле, на мой взгляд, нужно, если вы собираетесь как-то передавать знания другим людям, взрослым, у которых, например, свой бизнес, или в ВУЗе преподавать. Это очень хорошо, это очень полезно. А если вы собираетесь работать практически, и вам достаточно, не знаю, MBA, может быть, будет, или там второго высшего, если вам не хватает экономических знаний, или если вам не хватает, у вас есть экономические, вам не хватает психологических знаний, нужно тогда просто на факультет психологии. Или если вы хотите стать бизнес-тренером, то есть просто курсы от ТОТ, как стать бизнес-тренером. Ну, хорошо. Я вижу, что не все, не все могут написать список своих дел, даже те, кто сейчас в автобусе или за рулем, или с телефона заходят, то пусть этот список у вас будет в голове сейчас, хорошо, потому что мы дальше с ним будем работать. Итак, теперь смотрите, вот вы написали несколько дел, или эти дела есть у вас в голове. сейчас я попрошу вас прямо очень пристально подумать, какие реальные причины, когда вы откладываете вот это конкретное дело. смотрите, здесь ключевое слово реальные причины. Я знаю, вы сейчас все скажете, что самая главная причина лень, а я вам скажу, что лень мы с вами здесь не считаем и не пишем причиной, потому что открою вам маленький секрет, лени не существует, существует отсутствие мотивации. Это значит, вам либо хочется делать что-то другое, либо не хочется делать ничего. Ну, в общем, слово лень мы не пишем. Ага, отлично. Вот смотрите, Анна уже написала мне, что это страхи, это страхи, я кое-что тут себе буду записывать. Это страхи, это неуверенность. А скажите, неуверенность в собственных силах или неуверенность в том, что хватит, ну, может быть, ресурсов, времени, денег, вот это. Неуверенность в чем? Допишите. Да, я вас попрошу, вот здесь я понимаю, что на вебинаре много людей, но все-таки напишите мне вот одним словом, двумя словами, какие реальные причины вы обнаружили. Да, Шарафат обнаружил эти причины, понятно. Предрассудки. О, круто. Предрассудки. А вот тут бы я с вами поговорила поподробнее, выяснила бы, что именно, какие предрассудки и какой-то конкретный, конкретный пример бы рассмотрела. Но иногда, вот смотрите, нежелание – это хочу-не хочу, а под хочу-не хочу есть какая-то своя обязательно причина. то есть, почему хочу и почему не хочу. Поэтому под этим нежеланием есть еще какая-то подложечка. По поводу предрассудков. Есть некоторые стереотипы, есть некоторые требования социума, которые давят на нас в связи с тем, что нужно что-то сделать, а мне, как человеку, это делать совершенно не хочется. И вот Анна тоже написала неуверенность в себе в своих силах, в том, что реализуется цель. Вот. Неуверенность в себе и возможности реализации цели. Хорошо. Есть что-то, что вы еще хотели бы написать и что, о чем не написали еще люди? Неуверенность у нас есть, страхи у нас есть, предрассудки, стереотипы у нас есть. Есть какие-то еще реальные причины, которые вы обнаружили? Почему вы, например, никак не возьметесь за изучение английского языка или почему вы не можете там, не знаю, откладываете, прибраться на балконе или на своем письменном столе? Здравствуйте, я открыла свой малый бизнес, но пришлось временно закрыть из-за того, что у меня не пошло это дело. свою силу, деньги, но в итоге ничего. Вот, знаете, я бы с удовольствием с вами поговорила, ответила на этот вопрос. Единственное, что я думаю, что здесь прокрастинация, она немножко не имеет к этому отношения, потому что это более глубокий вопрос, почему я это сделала и почему я все вложила, а результат не получился, здесь бы, конечно, поговорить так очень, ну, индивидуально бы поговорить, потому что причин на самом деле здесь очень может быть много. А, да, вот, спасибо. Кажется, что сделать это очень сложно, то есть иногда человеку кажется, что слишком большой объем работы предстоит или какая-то сложная задача и не знаешь с чего начать, не знаешь как к ней подойти, что ли, к решению этой задачи. Сама цель незначительная. Я вас обожаю. Вот про цель у нас, у меня есть к вам разговор, потому что иной раз то, что вам кажется, что вам нужно сделать, на самом деле это либо очень мелкая, либо это цель вообще просто не ваша. Да, лень это способ борьбы с реальностью. Отлично. Да, про лень у меня тоже вам есть один слайдик, я его немножко в конце покажу. Да, ну вот у меня здесь просто я не вижу имени, просто читается как гость по поводу вкладывала в бизнес и ничего не получила. Все-таки действительно это такая более глубокая тема, но может быть как-то нам удастся с вами связаться и чтобы я немножечко с вами поговорила, может быть в чем-то помогла. Надо цель выбрать, отлично, слишком много дел на себя беру, потом не могу выбрать, что приоритетнее, пишет Элена. Это очень важный момент, это связано с возможностью делегирования и возможностью планирования абсолютно точно, четкое планирование, оно, оно здесь нужно, ну вы знакомы с таким термином как тайм-менеджмент, хорошо. Так, вот смотрите, у нас есть то, что вы продумали по поводу своих дел, почему не делается, а теперь я вам покажу, что отвечают другие люди, это у меня были вебинары, были тренинги и что люди говорили. Вот сейчас я прокомментирую каждый из этих пунктов, в том числе и те, которые, о которых вы сказали. Смотрите, один из самых главных пунктов, нет, кстати, они у меня здесь расположены не по степени значимости, просто я перечисляла не по степени значимости. Вот сомнения в собственных силах. Человеку может казаться, что ему не хватит просто сил на это дело или ему не хватит компетенции. Что такое компетенции? им не хватит знаний каких-то, не хватит каких-то навыков для того, чтобы сделать это дело, не хватит ресурсов. Давайте отлично, я вот здесь вот еще запишу. Цель есть, близкие не поддерживают. Пожалуйста, черкните здесь в чате те, кто может, что мы подразумеваем вообще под ресурсами, когда мы сомневаемся, что нам не хватит ресурсов. О каких ресурсах мы говорим? Прямо вот, прям что в голову приходит. Временные ресурсы, супер. Обычно начинают с денег. Да-да-да, финансовые ресурсы, вот времени мозгов, Оля, спасибо за слово мозгов, но здесь это такой момент, который не поддается подсчету. Тем не менее, ресурс это времени, это здоровье, силы чисто физические, это материальные средства, конечно же, люди, точно, мотивация, вот по поводу мотивации, я вам обязательно дальше, дальше мы поговорим, но мотивация это это не совсем ресурс, хотя на мотивации человек может очень много сделать и очень далеко уехать в продвижении своего дела. Да, мало опыта, да, ну, спасибо, здесь пока вот знаний, хорошо, любовь написала знаний, и тот же средств. Как-то приходит ко мне один молодой человек на индивидуальное консультирование, он собрался открыть сразу несколько бизнесов, и он говорит, мне нужно на это дело много денег. Кто у меня был на курсе психологии предпринимательства, я приводила этот пример, кто не был, вот рассказываю. Он говорит, мне нужно много денег на то, чтобы открыть бизнес. я его спрашиваю, сколько много, он говорит, много. Я говорю, в смысле, вы не считали, он говорит, не считал. И мы с ним договорились, что он в следующий раз посчитает не просто, сколько ему нужно денег, а на что ему нужны деньги. Это я вам говорю по поводу того пункта, что человек сомневается, что не хватит денег. Он посчитал, и оказалось, что нужны деньги на аренду помещения, на компьютеры, на зарплату тем людям, которых он привлечет. Да, вот, кстати, Жанна пишет, что квалифицированные сотрудники нужны, что должен быть бизнес-план, что должна быть стратегия развития, Роман написал. И, ну, конечно, нужны внутренние способности, но вот я пока о ресурсах. И когда мы стали с ним вместе анализировать, оказалось, что помещение, деньги на помещение ему не нужны, потому что у него, у одного из родственников есть помещение, которое временно, такое немножко бесхозное, оно находится, то есть он, у него будет возможность этим воспользоваться, помещением, и те ребята, которые будут с ним вместе делать этот бизнес, у них, оказывается, есть свои компьютеры, но это тоже пока деньги тратить не придется. И поэтому, когда мы сомневаемся, что нам не хватит ресурсов, это я уже так немножко вперед забрасываю удочку и говорю о том, что если вы сомневаетесь, что вам хватит ресурсов, то вам нужно просто взять, написать, какие вам ресурсы понадобятся и на что. на что они вам понадобятся и сколько. И окажется, что этот зель не такой страшный и что многие ресурсы у вас есть и что вам нужны только будут конкретные вещи и причем не прямо сейчас, а некоторые ресурсы вам может понадобиться через месяц, через два, через три или в каком-то таком обозримом времени. Теперь по поводу компетенции. Вот здесь тоже очень все четко компетенции. Ну, в данном случае написала компетенции, но мы можем с вами оперировать понятиями знаний и навыков. Если вы понимаете, для того, чтобы вам это сделать, вам не хватает каких-то знаний, ну, очень просто. Ну, надо подумать, где вы эти знания найдете. Ну, сначала сформулировать каких конкретно, потому что, например, если вы скажете, мне не хватает экономических знаний. Да ладно, экономические знания это слишком широкое понятие, вы эти знания никогда не приобретете, потому что это слишком широко. Вам нужно вот это понятие экономические знания разобрать по деталям и посмотреть, каких конкретно экономических знаний не хватает. Например, вы не знаете, как составить бюджет или как посчитать предполагаемый там оборот или еще что-то. Так, как только вы конкретизируете это знание, которое вам необходимо, вы сразу же найдете источник, где можно эти знания взять. Не вообще, не второе высшее образование, не MBA, а просто, может быть, какой-то конкретный вебинар или какой-то конкретный тренинг или какой-то конкретный консультант в течение двух часов он что-то придет, вам расскажет. Вот, двигаемся дальше. А пока, скажите мне, вот, по этому пункту, ну, какой-то, какой-то вопрос, если возник, вы пишите, ладно, сразу? Потому что я пока нахожусь в рамках одного пункта, я могу тут полегче ответить на тот вопрос. Дальше у меня есть слайд рецептов, какие, что нужно предпринять для того, чтобы вот справиться с вот этими причинами прокрастинации. А, кстати, вот это очень важная вещь. Справляться надо не с прокрастинацией, пожалуйста. Не надо брать на себя дополнительные обязательства, не надо посыпать себе голову пеплом и винить себя неизвестно в чём. Надо понимать реальную причину и лечить, я так беру в кавычках, лечить не саму прокрастинацию, а её причину. И вот ещё одна важная вещь, про которую я вам должна была сказать раньше, но говорю сейчас. Бывает так, что не хочется делать ничего, потому что человек находится в депрессии. Сейчас мой вебинар не посвящён вопросам депрессии. Просто если человек находится в депрессии, то на него вот этими вот 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 эта история, которую я вам сейчас рассказываю, этим не повлиять, этим не помочь, потому что депрессия это более сложный такой конгломерат, который состоит из психики, физики, иногда гормонального фона, иногда каких-то физиологических вещей, неправильного обмена веществ и так далее. И иногда это такая выраженная усталость, это очень само сложное понятие, иногда требуется медикаментозная поддержка, поэтому но депрессию вы можете заметить сразу, потому что у человека руки не поднимаются вообще ни на что, вообще ни на что, его ничего не радует, ему ничего не хочется делать, ему не хочется ни с кем не разговаривать, ему не хочется выходить с помещения, ему не хочется выходить на контакт. Да, сейчас не моя цель об этом говорить, просто мне хочется вам сказать, что вы просто это знаете, что тогда вот эти действия, о которых мы сейчас говорим, они, ну, это не совсем рецепт к вот таким депрессивным ситуациям. Вот. Итак, двигаемся дальше. Анна, у себя нашли депрессию или у других людей. С близкими тоже, ну, нелегко. Вот еще смотрите пункт. Не моя это цель. Это взято в кавычки, то есть это цитата. Когда мы разговаривали с человеком по поводу того, что он не может сделать, почему, почему он откладывает, и он вот так в сердцах мне говорит, да не моя это цель, поэтому я ничего не делаю. Все, кто сегодня писал про цель, надо очень важно для вас понять, это вы придумали или это не вы придумали. Цели, которые для вас придумал кто-то, даже если это очень близкие люди, даже если это очень авторитетные люди, они воплощаться не торопятся и трудно их очень воплощать эти цели, поэтому давайте пробуйте свои формулируйте цели и тогда они у вас начнут достигаться очень хорошо. Да, Оля, я вижу вопрос, как справиться с рассеянностью, хватаюсь за все дела подряд и не все довожу до конца. Есть у меня там один рецепт по этому поводу, я немножко к нему подойду чуть-чуть позже. Здесь по поводу цели, сами планируйте свои цели и но главное уже само то, что вы поймете, что эта цель ваша или не ваша, это уже здорово вас продвинет к какого-то роду достижениям в этом направлении. Так, дальше, нежелание перемен. Человек такое существо, он не очень любит перемены и с этим связаны, с этим связано внедрение каких-то инноваций в той компании, в которой вы работаете или когда вообще, да любые изменения, которые вы хотите делать, они сначала у всех вызывают сопротивление, ну, кроме инициатора перемен. Вот, поэтому люди, в принципе, не очень любят перемены, больше любят стабильность, хотя, конечно, есть небольшая часть людей, которым все время нужно делать что-то новое и их укачивает, когда они начинают находиться в состоянии стабильности. перфекционизм, такое крутое заболевание, заболевание, понятно, я беру слово в кавычки, но перфекционизм это желание сделать все супер, все по высшему разряду, и у меня был один коллега, преподаватель в университете, его сейчас уже нет в живых, он мне всегда говорил, Мариночка, лучший враг хорошего, иногда ситуация, когда, ну все уже сделали, все хорошо, нет, надо еще вот дарыться, надо еще там цветочки-василечки, надо еще что-то такое сделать, чтобы это было вообще просто супер, и пока все не будет блестеть, человек не успокоится, и это, конечно, тоже часто является причиной неделания дел, да, мешает, точно мешает, потому что человек, который, ну по каким причинам не может все сделать на высшем уровне, не у вся, кстати, есть перфекционизм, он предпочитает не делать либо никак, либо супер, у меня в студенческой группе, когда я сама училась, была одна девочка, которая сдавала экзамены, либо на пятерки, либо на двойки, то есть она приходила, брала билет, обнаруживала, что она не знает, она про себя понимала, что она вот на этот вопрос точно на пятерку не ответит, и она приносила этот билет преподавателю на стол, говорила, я не знаю, уходила и потом приходила пересдавать, я ее все спрашивала, а что, почему ты так делаешь, она говорит, ну, потому что я понимаю, что на пятерку не знаю, ну, значит, я приду и отвечу на пятерку, когда я буду это знать, ну, вот это про перфекционизм, да, Аня, да, Оля, точно мешает, значит, теперь смотрите, да, отлично, вот, гость, имени которого я не вижу, говорит, что мне тоже кажется, что это не мое, что люблю перемены, изменения к лучшему и новому, полезные всем, поэтому люди, которые больше зацеплены на стабильность и те, которые любят новое, любят изменения, они вообще реально друг друга не понимают просто, как можно этого хотеть, а другой говорит, а как можно вот так вот сидеть, вот это вот делать одно и то же, вот, поэтому друг друга не наезжаем, если у вас есть на работе или среди ваших близких такие люди, просто понимаем, что люди разные, занятие нелюбимым делом, это одна из основных причин прокрастинации, когда я вынуждена или вынуждена заниматься тем, что я терпеть не могу, я просто это терпеть не могу, а мне надо это делать, вот это надо, а иногда это действительно бывает надо, но когда это переходит в хроническую степень, когда вы находитесь на той работе, которую вы не любите, не хотите делать, и почему-то вам это делать не надо, вот тут депрессия иногда и накрывает, да, надо стараться заниматься любимым делом, которое обязательно вам принесет деньги, у меня есть масса примеров, те МБИ-щики, которые, ну, так, вольно называем МБИ-щиками, которые учатся в МБИ-магистратуре, разговаривала как-то с одним, ну, с одним, не с одним, с разными людьми, и говорит, я работаю на своей работе, я понимаю, что столько, сколько мне там платят, мне не заплатят больше нигде, то есть очень хороший уровень заработной платы, но я не могу больше, говорит он, я понимаю, что мне не заплатят деньги, я не могу больше, я его спрошу, почему, а на МБИ-е два года учится, он говорит, я вот что за эти два года набрал, я ничего не могу реализовать из этого в своей компании, я понимаю, как надо, я ничего реализовать не могу, потому что есть начальник выше него, есть еще выше, есть еще выше, и нет такой возможности, но надо мне рассказывать, чем это закончилось, конечно, вы понимаете, он рано или поздно ушел с этой работы, он ушел с этой работы, открыл свою компанию и сделал все так, как ему нужно, и он был очень сильно занят, он меньше зарабатывал, чем он зарабатывал в той компании, но он занимался любимым делом и реализовывал себя в своем бизнесе, физическая усталость, вот здесь не останавливаюсь, потому что это понятно, что физическая усталость это причина, ну, человек просто физически устал, ну, вот просто физически сил нет, и здесь нужно подумать, что вам добавляет сил в жизни, как-то я разговаривала с одной женщиной и говорю, вот что для вас является лучшим отдыхом, вообще страшно удивилась ее ответу, потому что она сказала, она сказала, что для меня лучший отдых это вот покачать гантели в спортивном зале и там побегать, то есть спортом заняться, но у многих людей это не так, кому-то там отдохнуть, это не знаю, пойти в кафе с друзьями и съесть пирожные или еще что-то такое, или просто на диване там посидеть, не делать ничего. Здесь, когда вы понимаете, что вы физически устали, вам нужно понять еще, что для вас будет отдыхом и сделать именно такой отдых, как что для вас является отдыхом. Да, здравствуйте, вы только подключились к нам, ой, я тут уже наговорила кучу, кучу всего, еще существует эмоциональная усталость, я не помню, есть ли у меня этот пункт, но я в физической усталости скажу и про не-не-не, все хорошо, присоединяйтесь. Кроме физической усталости, ощущение физической усталости иногда дает эмоциональная усталость, но эмоциональная усталость, она тоже связана с занятием нелюбимым делом, она связана Тоже так же и с целями И с вот этим всем Эмоциональная усталость Лечится Вот таким способом Вам нужно Я все про списки Сегодня вам рассказывала Вам нужно написать список дел Которые вы любите делать Которые вам доставляют удовольствие Это может быть все что угодно Вот одна женщина мне Сказала что А мне удовольствие доставляет Когда я застилаю постель Чистым хрустящим Бельем Вкусно пахнущим И вот это для меня удовольствие Ну классно же Или для другого человека Просто послушать любимую музыку Десять минут много не надо Или для кого-то поиграть с ребенком Со своим ребенком С племянником Просто другого не надо Вот Елена Видите говорит Для меня отдых Это переключение С одного вида деятельности На другой Хочется понять Насколько это нормально Это очень нормально Это очень нормально Если вы сами про себя знаете Что для вас это отдых Используйте это как инструмент Возьмите все ваши 25 дел Разбейте их на кусочки И говорите Вот этот час я вот этим занимаюсь Потом этот час я вот этим занимаюсь Сможете будильник себе заводить И прям красиво Если вы понимаете Что для вас Переключение Это вот такой вот способ отдыха И таким образом Незаметно для себя Кто-то чередует деятельность Кто-то включая Вот какие-то маленькие Вот эти радости Кстати я очень не рекомендую Включать пищевые радости Потому что Ну потому что это все откладывается Не знаю На талии На бедрах В общем не там где Надо Но Не только поэтому Человек Которому не хватает Вот такого эмоционального удовольствия Это самый быстрый способ Получения его Ну это так легко Прийти там в магазин Купить банку пива Или купить пирожное Или что-то такое И побаловать себя Я вас уверяю Есть очень много вещей Которые не связаны с питанием Но При помощи них Вы тоже можете себя побаловать Да Хорошо Спасибо Да Вот решать задачки Отлично Вы берете Не знаю Те задачки Которые Знаете Есть масса таких Вещей Которые логические задачки Нужно решить Просто поупражняться Поупражнять свой мозг Если это для вас Отдохновение Супер Отдыхайте таким образом Да Анна Вам удалось Вот Пока я с вами разговариваю Вам удалось это понять И я вообще счастлива Потому что Конечно Мне вообще Очень хочется Поговорить с вами Вот Обсудив Но Формат Вебинара Он это не позволяет И я очень рада Что вот те примеры Которые Которые я вам даю Они Все-таки Помогают Как-то немножко В себе В себе Разобраться Вот еще Например Анна пишет Я люблю заниматься Танцами И Это ж удовольствие Ну вот для кого-то Нет А для кого-то Удовольствие Я когда училась В школе В школе Училась еще Я приходила домой Дома никого не было И Все были на работе И я включала Свою любимую музыку Я какое-то время То есть Я не там Не садилась за уроки Я не садилась Сразу кушать Я что-то там Танцевала И я сейчас понимаю Что это Я таким образом Разгружалась Эмоционально Что Ну просто отдыхала Наверное Таким образом Перед Перед следующим Каким-то Но впоследствии У меня это Конечно Из удовольствия Превратилось Нет Удовольствие Это по-прежнему Но превратилось Даже в часть Моей работы Я уж вам Сегодня Не буду рассказывать Все что связано С моей там Танцевальной деятельностью Но это тоже Это тоже есть Да Это вот Про удовольствие Про то что Анна сказала Что любит Заниматься танцами И да Ирина Надо учиться Все делать С удовольствием И это правда Иногда Это кажется Какой-то Банальной Истиной Но Вот я точно знаю О чем говорю Разговаривая С другими людьми Много Я поняла Что иногда Человек Сам Про себя Не очень понимает Что доставляет Удовольствие И когда я даю Такое задание Попробуйте Понять И написать Что доставляет Удовольствие Сначала этот список Идет большим трудом А потом он получается Таким огромным И Потом же нужно Из этого списка Это мои дальнейшие Рекомендации Из этого списка Кусочки Вставлять ежедневно Там 15 минут Вот сегодня Я потанцевала Завтра Там не знаю Что-то еще сделала Из этого списка Вот так Вот Спасибо Елена Включила рок-н-ролл Несколько минут Танцевала Прыгала Ну помогло же Правда? Конечно Да Отлично Ага Вот тоже мне не видно Кто сказал Но в чате Как-то не чувствую Что устаю Есть такая вещь Это называется Эффект Лягушки в кипятке Вы можете почитать В интернете Что это такое Или эффект Лягушки На горячей сковородке Выглядит это так Если вы Раскаляете сковородку И садите на эту сковородку Лягушку Нормальную Живую Хорошую Здоровую Лягушку Лягушка Почувствов Лапками температуру Она прыгает И она Выпрыгивает С этой сковородки Но Если вы Положите Не Это реальный Был эксперимент То есть Это не Это назвали Синдром лягушки Но это реальный Был эксперимент Если вы Кладете Лягушку На холодную Сковородку И начинаете На очень Очень Медленном огне Эту сковородку Накалять На очень Медленном Знаете Что происходит Лягушка Не успевает Заметить Что Обстановка Для нее Становится Некомфортной И Когда Уже Она Понимает Что сковородка Круто Горячая У нее Уже Нет сил И ресурсов Для того Чтобы С этой Сковородки Выпрыгнуть Это Я Говорю Вот Про Фразу Которую Написал Один Наш Участник Что Не чувствую Что Устаю Возможно Вот Эта Усталость Она Такая Уже Хроническая Или Ну Просто Постепенно Когда Понемножечку Грузится 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 Человек Он Не понимает Что Он Устает Но Наступает Такой Момент Когда Он Понимает Что Все Он Упал И Тогда Нужно Больше Сил Для Того Чтобы Восстанавливать Вот Какие То Какие То Свои Силы Да Страшно Выходить Из Светлана Идется Просто Вкладывать Дополнительные Деньги Или Дополнительные Силы Или Дополнительные Ресурсы Но При Ресурсы Мы С вами Уже Говорили В самом Начале Вот Момент О Котором Вы Говорили Да Светлана Я Поняла Это Это Про То Как Человека Спрашивают А Как А Как Вы Как Вы Отдыхаете Как Вы Расслабляетесь А Человек Говорит Да Я Не Напрягаюсь Но Это Высший Пилотаж Вот Для Того Чтобы Для Того Чтобы Не Расслабляться Точнее Не Не Нет Для Того Чтобы Не Требовался Отдых Идеальная Ситуация Когда Вы Работаете И делаете Что-то Не Напрягаясь Но Очень Мало Людей Которые Могут Это Делать Я Очень Не Люблю Давать Рецепты Но Все Таки Мне Кажется Что Человек Который Занимается Любимым Делом Он Может Работать Не Напрягаясь Он Может Физически Устать Но Он Может Работать Не Напрягаясь Ну Вот То О чем Вы Говорили Ограничение Отсутствие Поддержки Со стороны Со стороны Значимых Людей Как-то Я Разговаривала С Одним Человеком На Консультации Вот Он Говорит Что Я Собираюсь Открыть Своё Дело Но Мои Близкие Меня Не Поддерживают Они Говорят Что Это Риски Что Зачем Тебе Это Надо Ты Работаешь В Хорошей Компании И Так Далее Это Вопрос Сложный Потому Что На Сам Деле Это Некоторый Вопрос Мотивации Аргументации Мотивации Того Человека Действительно Либо Нужно Понять Действительно Либо Хотите Это Сделать Если Вы Понимаете Что Ваши Близкие Что Ваши Близкие Против Нет Другого Способа Как С Говорить О том Как Это Для Вас Важно Как Говорить О том Что Вам Очень Сейчас Нужна Их Помощь И Может Быть Не Просто Их Помощь А Их Поддержка Многие Люди Привыкли Все Делать Сами И Не Просить Никакой Помощи А Ваш Близкий Человек Он Не Экстрасендж Он Не Должен Догадываться В чем Вам Нужна Его Помощь Поэтому Рецепт Абстрактный Но Надо Разговаривать Надо Говорить Как Вам Важно Надо Говорить Как Вы Нуждаетесь В Их Помощи И Поддержке Надо Говорить Надо Спросить Их Чего Они Боятся Надо Попробовать Разложить По Полочкам И Посмотреть На Эти Опасения В Глаза На Эти Опасения И Подумать Как Эти Опасения Можно Разве Так Неудачный Предыдущий Опыт Например Вы Собирались Что-то Сделать И Даже Попробовали Выучить Испанский Язык Потому Что Вы Собирались Поехать В Аргентину И Вам Нужен Был Испанский Язык Но Времени До Поездки Аргентину Оказалось Немного Испанский Язык Вы Так Не Выучили И В Следующий Раз Когда Вам Предстоит Следующая Поездка Вы Говорите Ой Плавали Знаем Это Я Уже Один Раз Это Делал У Меня Ничего Не Получилось Я Опыт Кто Сказал Что В этот Раз У Вас Не Получится Дойти Побольше Времени И Все У Вас Получится Ну И еще Нужен Конечно Если Говорить Про Иностранный Язык Он Должен Быть В Применении Постоянно Хочешь Открыть Стрип Клоп Нужно Напротив Ну Знаете Может Она И Права Конечно Попробуйте С ней Поговорить Но Может Быть Она Конечно И Права Это Сейчас Мы С Вами Этот Вопрос Точно Тут Не Решим Но Я Надеюсь Что Это Юмор Да Хорошо Предстоящий Большой Объем Задач Вот Здесь У Меня Есть Очень Хороший Рецепт Для Вас Но Я Этот Рецепт Озвучу На Следующем Слайде Ладно Так А Пока Вот Что Сделайте А пока Поставьте Пожалуйста Плюс Если То О чем Я сейчас С вами Разговариваю Это Для вас Важно Нужно И полезно Да Пожалуйста Спасибо Елена То есть Три Плюса Это Значит Очень Важно Очень Нужно И Очень Болезно Да Спасибо 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 Правда Если Вот По поводу Того Что я Говорю У вас Возникают Вопросы Пишите Я понимаю Что много Людей Но Может быть Что-то Мы все-таки Сможем Рассмотреть Хотя бы На примерах Да Хорошо Спасибо Итак Знаете Что После Да Спасибо Большое Спасибо Сотас Спасибо Вот После Нашего Вебинара Я думаю Что у вас Еще конечно Появятся Вопросы И Поэтому То Ну не знаю Мне не очень Нравятся Всякие Скучные Слова Типа Методики Но Вот Я вам Кое-что Сейчас Покажу Что Может быть Вам Поможет Дальше Думать В этом Направлении Так Вот Смотрите Я сейчас Покажу Вот Такую Одну Табличку А Нет Не та Табличка Подождите Табличка Не та Вот Покажу Вам И Для Какой-то Самостоятельной Работы Вам Может Понравиться И пригодится Работать С этой Табличкой Смотрите То есть Сначала Вам нужно Написать Список Дел Которые Вы Откладываете Потом Посмотреть Какие Реальные Причины Очень важно Пожалуйста Реальные Причины Не просто Лень Потому что Мы не можем Лечить симптом Мы можем Только Разбираться С причиной И дальше Что С этим Конкретным Делом С этой Точнее Причиной Делать Хорошо Отлично Вот Эта Табличка Которую Я вам Хотела Показать Да Почему Книга А Да 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 Я читала Конечно Зел Транссерфинг Реальности Конечно Да Рекомендую Вот знаете По поводу Почитать книги Чтобы себя Простимулировать И настроить Я могла бы Вам Порекомендовать Многие Книги Но Они Обычно Какой-то Один Аспект Затрагивают Вот Знаете Что Давайте Я вам Порекомендую Оксана Давайте Я вам Порекомендую Не книгу А попробуйте Разобраться Разобраться Вот Именно Больше В причине В причине Вот смотрите Настроить Себя Можно Условно Говоря Ауто Тренингом Вы говорите Мне это Надо Я Это Для меня Важно Я Это Хочу Я Самая Обаятельная Привлекательная Но Пока Вы Не Найдете Причину Почему Вам Это Делать Не Хочется Вы С Этим Не Справитесь Пока Не Найдете Причину А Причину Вам Ни Одна Книжка Не Подскажет Это Нужно Либо В Разговоре Либо Написать Такую Табличку Какую Я Вам Тут Дала Либо В Разговоре С Кем То Желательно С Профессиональным Человеком Да Да Итак Итак О Ну вот Я тут Сделалась Совершенно Неправильно Потому Что Здесь Должно Было Выскакивать По Одному Слову По Одному Пункту В Режиме Анимации Потому Что Когда Я Веду Какой Тренинг По Эффективной Презентации Я Говорю Пожалуйста Делайте Так Чтобы У Вас Выскакивало По Одной Строчке Потому Что Психология Человека Такая Человек Вот Это Все Читает И Вас При Этом Не Слышит Ну Сама Сделала Ошибку Ладно Простите Меня Простили Простили Что Я Так Сделала Или Текст Читаете Хорошо Итак Смотрите Пункт Первый Это Рецепты Понятно Что Рецепт Относится К Какой-то Причине Из Предыдущих Да Спасибо Смотрите Пункт Первый Который Называется Делегируйте Знаете Что Такое Делегирование Это Когда Вы Передаете Часть Своих Дел Какому-то Другому Человеку А ну-ка Напишите Мне Пожалуйста На какую Причину Прокрастинации На какую Причину Прокрастинации Действует Этот Рецепт Делегировать А я Посмотрю Как хорошо Мы с вами Поговорили По предыдущему Слайду Так что С какой Причиной Призвано Справиться Делегирование Да Нехватка Времени Ничего Не успеваю Человек Загружен Много Дел Да Именно Когда Вы Просто Физически Не успеваете Сделать Какие-то Дела Кто-то Из вас Знает Что такое Что такое Матрица Эзенхауэра Кто не знает Я вам Сейчас Расскажу Для этого Покажу Покажу Вот такую Еще одну Табличку Помните же Вы Список Дел Которые Вы Не Успеваете Делать У вас Уже Есть Так Видно Табличку Да Вижу Что Видно Вот Смотрите Вы Пишите Список Дел И По Десятибальной Шкале Возле Каждого Дела Вы Проставляете По Десятибальной Шкале Вот Здесь Напротив Каждого Дела Вы Проставляете Насколько Это Дело Важно Для Вас Конечно Не В Принципе А Для Вас И Насколько Это Дело Срочное Таким Образом Вы Получаете Дело И Возле Дела У вас Стоит Две Цифры Первая Цифра Насколько Это Дело Важно Для Вас Для Вас Вот Просто Лично Для Вас И Второе Насколько Это Дело Нужно Срочно Сделать И Тогда У вас Получается То Что Называется Матрица Зенхаура Я Вам Рекомендую Так Подождите Вот так Смещу Да Я Вам Дело Важное Насколько Срочное И Шкала От Ноля До Десяти Вверх И Вниз Есть Тогда Вы Откладываете Каждое Дело У вас У каждого Дела Получаются Координаты И Вы Эти Координаты Здесь Откладываете Что Вы Получаете В результате Весь Ваш Список Дел Которые Вы Сделали Весь Список Дел Которые Вы Откладываете Не Делаете И В котором Вы Зарылись Просто Он У вас Ложится По Четырем Секторам Сектор Да На Крупный План Хорошо Да Я Вижу Да Хорошо Сейчас Я Это Сделаю На Крупный План Только Сначала Немножко Прокомментирую А потом Выведу На Крупный План Ну Хорошо Ладно Давайте Сразу Давайте Сразу Давайте Сразу Так Вот Первое Дело Секундочку 10 баллов 5 баллов Смотрите Вы пишете Дело И В этом Деле Важно Это дело Вы оценили По степени Важности Например На 10 баллов И По степени Срочности Вы оценили На 5 баллов Тогда В этой Матрице Тогда В этой Матрице Так Секундочку 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 Вот В этой Матрице Вы Проставили Координаты Этого Дела Насколько Важно Насколько Срочно И Таким Образом Смотрите У вас Получилось 4 сектора Сейчас Я вам Покажу В С Вот Смотрите Важно И срочно В С Я написала Теперь Несрочно И важно Вот Еще раз Смотрите Несрочно И важно Теперь Неважно Но Срочно И Неважно И Несрочно Так Понятно Если Вы Обнаружили Что У вас Все Дела Которые Да В интернете Конечно Наверняка Есть Примеры Матрицы Конечно Ж Они Есть Просто В данном Случа Я вам Показываю Как С этим Работать Потому Что Про Эту Матрицу Много Кто Слышал Если Вы Обнаруживаете Что Весь Список Дел Который Вы Написали У вас Попал В сектор Важно И Срочно Это Значит Ой Ой Это Значит У вас Стресс Просто Шикарный Шикарный Стресс И Вы Невозможно Не Не Может Все Быть Одинаково Важно И Одинаково Срочно Когда Вы Подходите К Сектору Нет Не Так Давайте Не Так Вам Скажу Давайте Пример Да Давайте Пример Вот Например Написание Книги Для Меня Это Очень Важно Но Поскольку Это Не Срочно У Этого Нет Никаких Дедлайнов И Я Не Эти Дедлайны То есть Кроме Меня Это Никому Не Надо Поэтому Для Того Чтобы Мне Это Сделать Мне Нужно Сделать Что То Чтобы Перевести Это В Другой Сектор Таким Образом Я Ставлю Дедлайны Ну В данном Случае Вот Как У меня Произошло Пошла В писательскую Школу Где Устанавливаются Дедлайны И тогда По этим Дедлайнам Есть время Когда Нужно Сдавать Какие-то Куски Книги И Таким Образом Вот То Что Что Для Для Меня Было Важно Оно Стало Еще Срочно Оно Стало Двигаться Срочный Конечно Не Всегда Означает Важный И Обычно Человеку Свойственно Что Мы Чаще Выполняем Дела Которые Срочные Но Может Быть Неважные Чем Те Которые Действительно Важные Но Несрочные Вот Это Вот Такая Психология А теперь Мне Скажите Как Вы Думаете Какие Вы Можете От Себя Дела Отдать Выполнять Другому Человеку Важные Или Срочные Напишите Важные Или Срочные Да Да Кстати Дарын Вот Если Несрочные И Неважные То Подумайте Может Быть Эти дела Вообще Делать Никому Не Надо Да Если Это Дела Важные Несрочные И Есть У Вас Кто 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 Обладает Временем Ресурсами Или Компетенцией То Нужно Эти Дела Делегировать Да Перфекционистам Здесь Конечно Ужасно Трудно Потому Что Перфекционисту Кажется Что Лучше Чем Он Это Дело Никто Не Сделает Но Вы Так И Будете Это Делать Если Не Найдете Тех Людей Которые Могут Вам В этом Помочь И В конце Концов Просто Стресс Усталость Они Вас Заролят Ну Ладно Да Знаете Я Просто Остановилась Немножко На этой Матрице Изенхаура Чтобы Рассказать Вам Каким Образом Делегировать Итак Никак Я не отдам Конечно Вы делаете Лучше Анна Но Кто же Сомневается Никто Вообще Не Сомневается Что Вы Сделаете Лучше Но Устанете Да И Обычно Свои дела Отдавать Кому Либо Это Очень Сложно Поэтому Каждое Дело Нужно Подумать А почему Должен Я Это Сделать А почему Не Кто-то Помочь Мне Может В этом Да А Кстати Вы Вот Попробуйте Вам Понравится Только Нужно Понимать Что У человека Есть Компетенция Это Решить Ставьте Собственные Цели Про Цели Помним Да Что Если Не Ваша Цель Она Исполняется Трудно Следующий Пункт Отдохните Помним О чем Говорили Отдохните Не Просто Так А Именно Выберите Тот Вид Отдыха Который Вам Дает Отдохновение Не Вообще А Вам Дает Отдохновение Посчитайте Плюсы Которые Вам Ну Это Другая Методика И Здесь Некоторые Методики О которых Я вам Говорю Они Такие Коучинговые Методики Ну Вот Это Коучинговая Методика Для Таких Рациональных Людей И Вы Вы Просто Берете Табличку Уделите На Две Части И Считаете Какие Плюсы Какие Минусы В этом Есть И Потом Просто Подсчитывайте Количество Плюсов И Количество Минусов Иногда Это Помогает Ну Как-то Прояснить Ситуацию Очень Люблю Одну Фразу Из Книги Про То Что Такое Консультирование И Называют Консультирование Структурированием Неопределенности Вот На самом деле Все Что Мы С Вами Сейчас Делаем Это Структурирование Неопределенности Потому Что Когда Что-то Неопределено Оно Очень Большим Таким Блоком Ложится Вам На Плечи И Кажется Что Все Лерик Все Пропало Вообще Я не знаю Что делать За что Браться А Потом Взяли Бумажку Все Построили Написали И оказывается Можно Замечательно Распределить И даже Оттуда Отдых Включить Посчитайте Плюсы Которые Вам Дают Ожидаемые Перемены Хорошо Съешьте Слона По частям Ну Со слоном Я Погорячилась Но Это Тоже Методика Потому Что Слона Съесть Невозможно Но Если Его Делить По частям То Почему И Нет Это Касается Больших Проектов Если Вам С чего Начинать С чем Заканчивать Да Есть Такая В проектном Менеджменте Есть такая Методика Она называется Схема Ганта Я вам сейчас Про нее Рассказывать Не буду Но Она такая Общеупотребимая Она позволяет Планировать Не В принципе Просто Список Плана А позволяет Этот план Распространять По Времени Выполнения И На этой схеме Очень хорошо Видно Какие-то дела Вы можете Запараллелить То есть Что-то Можно сделать Параллельно Какое-то Если одно Дело Задержалось А Вы понимаете Что вы Тогда Другое Не успеваете То есть Это такая Карта Которая Которая Вам показывает Взаимозависимость Этих дел Теперь Обучитесь Новому навыку А нет Пропустила Сделайте Сначала Наиболее Трудное Или неприятное Дело Я Про лягушку Уже вам Рассказывала Про синдром Лягушки Это тоже Некоторый Способ Называется Съешьте Лягушку Съешьте Сначала Нечто Противное Сделайте Костя достаточно Подробно Об этом Говорила Расслабляйтесь Или Не Напрягайтесь Здесь Еще Два Предложения Для того Чтобы Вы на досуге Подумали Страх Это Результат Стресса А стресс Это Последствия Напряжения То есть Напряжение Оно Постепенно Перерастает В стресс И В тревожность И в страх И лежит Там Где-то Ком Не держите Все в голове Для этого Существует Масса Разных Ежедневников Не знаю Записок Стикеров Записок В ваших Планшетах В ваших Компьютерах В ваших Телефонах Блокнотов Ноутбуков И так далее Не надо Все держать А потом Так Представляете Написали Список Потом Чик Я это Сделала Чик Я это Сделала Зачем Засорить Свою Голову Не надо В коучинге Этот метод Называется Выгрузка Мозгов Параллельные Дела Ой Занимайтесь Выполнением Несколько Дел Но вот это Сначала Схема Ганта Ладно А потом Запараллельте То что Можно Удаление Информационного Шума Это Подвиг Иногда Заблокировать Социальные Сети На время Рабочего Дня Ну ладно Я не буду Сразу Подвергать Вас Вот Такому Стрессированию Не блокируйте Не на весь День Заблокируйте На час Вы увидите Сколько Всего Вы сможете Сделать За этот Час Хорошего И полезного Для себя И без Напряга Поиски Единомышленников А вот Это Вещь Важная Вы И сами Успеете Усомниться В своих Силах Поэтому Мой Вам Совет Пожалуйста Не Общайтесь Людьми Которые У вас Не Верят Просто Не Общайтесь Или Если Это Совсем Ваши Близкие Люди Ну Всего Не Рассказывайте Всех Планов Потому Что Это Очень Важная Вещь Куда У нас Утекает Энергия И Тогда У нас Энергию Не хватает На Свершение Проще Кому То Что То Не Говорить Чем Пытаться Объяснить Почему Это Вам Надо Сделать Подбирайте Единомышленников Все Легче Все Все Лучше С ними Ну И Вот Здесь Вот В завершение Того Ради Чего Мы Сегодня С вами Собрались Я Обещала Сказать Что Иногда Прокрастинация Выглядит Просто Как Лень Это Не Так Посмотрите Лень Это Психосоматический Признак Исправности Выработанного За годы Эволюции Механизма Интуитивного Распознавания Бессмысленности Выполняемой Задачи Перевожу С русского На понятный Наше Подсознание Нам Потихоньку Внутренним Голосом Вот так Нашептывает Да Все равно Это Не надо Это Никому Не надо Да Это Бесполезно Да Это Может Быть Как Небудь Рассосется Спасибо Лен Да Это Может Быть Как То Пройдет Все Не Торопись Делать Наше Подсознание Нас Бережет Оно Вот так Нам Нашептывает И Человек Не Может Понять Почему Он Дурака Валяет Ну Почему Ты Не Может Взяться За Это Дело Ему Кажется Что Просто Ленится А На самом Деле Да А На самом Деле Наш Выработанный За годы Эволюции Механизм Он Говорит О том Что Вот Это Точно Не Понадобится Или Этот Механизм Говорит Что Вы Точно Успеете Это Сделать Ну Отдохните У меня Иногда У самой Так Бывает Когда Вот Гора Всего И При Этом Я Просто Ничего Не Делаю Какой То Период Времени Иногда Думаю Интересно Как Это Я Могла Посчитать Что Я Это Точно Сделать Успею И Успеваю Не Иногда Конечно Бывают Когда До полночи Приходится Сидеть Что-то Делать Но Все Равно Есть Какой-то Внутренний Механизм Который Вот Это Считает Который Вот Это Анализирует Когда Вы Берете Вам Нужно Какую-то Статью Написать В журнал Или Моим Магистрантам Сделать Работу Они Понимают Что Они Вот Тут Соберутся Они Возьмут Там Кусочек Отпуска Или Чего-то И Итак Лени на самом деле Не существует Есть Лишний Достаток Мотивации И Когда Человек Да я не ленюсь У меня Просто Нет Мотивации Как он Тот Кот Который Который Вон Там Лежит И Завершить Я хочу Слайдом Который Его Нигде Нет Ни в Какой Книге Нигде Нет Этих Пунктов Это Вот Из Разговоров С Разными Людьми Что в принципе Для них Самих Может повысить Их собственную Мотивацию Делать Какое-то Дело Для тех Кто просто Слушает Меня Кто не Видит Презентацию Что может Быть Мотивацией Для Выполнения Или Завершения Какого-то Конкретного Дела Итак Ожидаемое Вознаграждение Я это дело Не делаю Не хочу Мне оно Не надо Мне Я ленюсь Но я знаю Что как только Я это дело Сделаю Я получу Вот такое-то Вознаграждение Вознаграждение Как вы понимаете Оно может быть Не только В виде денег Оно может быть В виде Не знаю Каких-то Бонусов Расположение Какого-то Человека То есть Вот вознаграждение Я беру Это слово Пошире Или Возможность Порадовать Близкого Человека То есть Вы знаете Что вам Лично Это не надо И вы не Хотите Это делать Но для вас Мотивация В выполнении Этого дела Возможность Порадовать Близкого Человека Не знаю Маму Папу Своего Ребенка Да Вы потратите На это время Да Вы потратите На это деньги Да Для вас Лично Это не важно Ну вам Важен Вот этот Человек Самому Себя Можно Наградить За выполнение Какого-то Дела И люди Очень часто Это делают Не знаю Для кого-то Это шопинг Для кого-то Это Возможность Там Поехать На дачу И Посадить Такие Цветы Опять же Для каждого Своё Да Так Елена Для каждого Своё Иногда Вот Я не знаю Вот эта фраза Может быть Вам покажется Странной В смысле Мотивации Да Возможность По завершении Наконец-то Заняться Любимым Делом То есть Есть В вашем Списке Дела Любимые Нелюбимые Дела Нелюбимые Которые Сделать Надо И дела Любимые Которые Сделать Хочется И тогда Вашим Вознаграждением Может быть Что вы Вот это Сейчас Делаете А потом Наконец-то Вы займетесь Не знаю Рисованием Вот у вас Тут стоит Мольберт И Вообще-то Это не ваша Профессия Вообще-то Это просто То, что Вам нравится Ну у вас Будет Такая Такая Возможность Да Светлана Вот спасибо Что вы Об этом Написали Светлана Написала Так и живем Думаем О родителях И о детях О себе Нет Сделайте себе Расписание В котором Будет место И родителям И детям И вам Самой И регулируй Я делаю Так Я регулирую В своем Расписании Я пишу Вот здесь Вот я занимаюсь Спортом Вот здесь Я делаю Ну смотря Я говорю Что для вас Я говорю Что для вас является Вот этой Разгрузкой Любимым делом Вот здесь Я иду На какие-то Курсы Живописи Вот здесь Я занимаюсь Там Спа Процедурами Ну это я Список Большой Написала Это не потому Что это все Должен Один человек Делать И вот И вот В рамках Расписания Вот это Зря Не надо Оставлять На пенсию Не надо Хотя Хотя Есть такое На пенсии Оно Нужно Если вы Для себя Не думаете Что пенсия Это конец жизни Есть такой Владимир Яковлев Он написал Книгу Которая Называется Возраст счастья Он Проводил Интервью С разными Очень пожилыми Людьми Которые На пенсии В очень пожилом Возрасте Что-то Начали Делать Того Что они Раньше Не делали И как У них Жизнь Приобрела Новые Краски И все Это Очень Круто И Кроме Этой Книги Он Сделал Такой Фестиваль Уже По-моему Шестой Раз Или Пятый Раз Фестиваль Этот Проводится Так Называется Возраст Счастья Если Кто-то Из Вас Достиг Или Приближается К пенсионному Возрасту Я в этом Сомневаюсь Конечно Но Если Вдруг То Очень Рекомендую Это Посмотрите Почитайте Это Очень Очень Вдохновляет На пенсии Будем Заботиться О Внуках Ну Если Вы Считаете Что Это Основное Дело Вашей Жизни То Да Но Нужно И Самому Себе Время Уделять Да Значит Возможность По завершении Вернусь К Презентации К Завершающему Слайду Возможность По завершении Наконец Заняться Любимым Делом Да Вот Смотрите Еще Один Рецепт Пришел Нам От Одного Из Наших Слушателей От Елены Которая Сказала Что Есть Такой Способ Составлять Расписание Сначала Вписать Часы Отдыха Или Досога А потом Вписывать Дела В Оставшееся Время Принцип Может быть Разным Сначала Дела А потом Досог Или Сначала Досог А потом Дела Здесь Самое Главное Вот В чем Чтобы И тому И другому Находилось Находилось Место И при этом Это Конечно Расстановка Приоритетов Но Попробуйте Вам Понравится Попробуйте Просто Это Соблюдать Если Вот Я Написала В это Время Что В это Время Я еду К маме Завожу Ей Продукты И Поговорю С мамой И Расскажу О своих Делах И спрошу О ее Делах Если Я написала Что я На это Время Там Два Часа Запланировала Значит Два Часа Вот Очень Очень Хорошо Помогает Про Пенсию Это Надо Отдельный Вебинар Делать Хорошо Как Нибудь Про Возраст Счастья У меня Есть Что Вам Рассказать По Этому Поводу Получение Быстрого Результата Может Быть Мотивацией Для Выполнения Какого-то Дела То есть Если Есть Дело Которое Дает Быстрый Результат Сделайте Вы Почувствуете Удовольствие Вы Почувствуете Успех И Дальше Можете Продолжить Делать Долгосрочные Вещи Вот Я Хочу Сейчас Спать Да Вы Хотите Чтоб Я Вам Посоветовала Спать Вам Сейчас Или Заниматься Делом Это Круто Это Ответственность На ком Будет Нет Уж Это Ваш Выбор Но Смотря Насколько Хочется Спать Иногда Стоит Отдохнуть Получение Пользы Или Выгоды Это Выполнение Этого Дела Вы Находите Для Себя Пользой Находите Для Себя Выгоду И Тем Самым Себя Мотивируете Или Вы Говорите Что Зато Я Сейчас Напрягусь Зато Я Получу Ожидаемое Одобрение И Здесь В скобочках Посмотрите Написала Руководителя Коллег Родителей Родственников Можно Было Просто Написать Двумя Словами Значимых Людей И Последнее Возможность Доказать Что-то Себе И Другим Людям Иногда Какое-то Дело Которое Вы Делаете Вы Можете Себя Мотивировать Тем Что Я Всем Докажу Что Я Это Могу Что Я Могу Пусть Все Знают Ну Что Мои Дорогие Закончился На Сегодня Наш Вебинар Если У вас Остались Какие-то Вопросы Которые Вы Хотите Мне Задать И Которые Можно В рамках Нашей Темы И Можно Сейчас Обсудить Публично То Задайте Если Таких Вопросов Нет Да Что К сожалению Закончился Нет Правда Тема Она Такая Ну Можно Сказать Узкая Но Вы Понимаете Она Затрагивает Очень Многие Сферы Нашей Жизни Очень Многие Сферы Нашей Жизни Поэтому Пожалуйста Не Обвиняйте Себя Не думайте Что Вы Ленитесь Найдите Реальную Причину И Тогда Рецепты Сразу Найдутся Спасибо Вам За то Что Вы Были Сегодня Со Мной Спасибо Вам За то Что Вы Поставили Плюсики Что Вам Это Было Интересно Полезно И Важно Основопредприниматель Спасибо Да Спасибо Вам Рада Буду С Вами Еще Встретиться В Каком То Другом Вебинаре Может быть Если у вас Есть Какие-то Пожелания Или Какая-то Тема На Которую Вам Хотелось Бы Вот Таким Образом Поговорить Мы Открыты На самом Деле Да Если У вас Есть Такая Тема Вы Можете Написать Организаторам И Мы Мы Сделаем Такой Вебинар Почему Нет Почему Нет Спасибо Большое Вам Как Найти Причину Оксана А Вы Не Не Сначала Были С нами Да Когда Мы Говорили Про Причины Просто Нужно Нужно Очень Хорошо В себя Погрузиться Лучше Конечно Это Делать В диалоге С кем Да Да Я поняла Оксана Лучше Попробовать Или Проговорить С кем То А вот Наверное Вот Это Дело У меня Не Делается Просто Потому Что Я Чего То Боюсь Или Где То Я Боюсь Что Мне Не Хватит Ресурсов Или Я Кого То Подставлю Или Ну Вот Это Я Имею Ввиду По Поводу Причину Да Спасибо Вам Ну Что Я рада Была С вами Увидеться И Рада Читать Ваши Благодарности Я Очень Люблю Приносить Пользу И Очень Важно Это Делать Конечно В диалоге Пишите Организаторам Если Вы Захотите Со Мною Встретиться В рамках Какой-то Другой Темы Хорошо До свидания